Самые активные, трудолюбивые и энергичные представительницы прекрасного пола собрались в минувшие выходные в Театре оперы и балета. Там подвели итоги 16-го республиканского конкурса «Женщина-лидер». Красивые укладки, вечерние платья и море цветов в преддверии Международного женского дня честовали лучших управленцев. В этом году лидеров выбирали по четырем номинациям. «Женщина – лучший руководитель года», «Лучший молодой руководитель», «Сельская женщина-предприниматель» и «Семейное дело». Для меня высокая честь вместе с вами подвести вот эти итоги. Конечно, в любом конкурсе побеждают самые сильные, талантливые, целеустремленные участники. И все те участники, которые участвовали на районном уровне, на уровне сельского поселения, на уровне трудовых коллективов, тоже являются победителями. Но им есть куда стремиться. И я рассчитываю, что в следующем году, в последующие годы у нас чемпионов будут больше. Сильный профессионал и человек, знающий, что такое справедливость, добро и честь, такой видит лидера одна из участниц конкурса Луиза Иванова. Она 15 лет проработала в школе и на собственном опыте знает, как важны эти качества. Кстати, Луиза Иванова участвует в конкурсе не в первый раз. В 2006 году она уже побеждала в номинации «Сердце отдаю». А сейчас стала лучшим руководителем года. Я очень сильно волнуюсь. Не ожидала, что я получу в этот раз первое место. Конечно, мне очень приятно, очень так почетно получать первое место в этом замечательном, таком престижном конкурсе. Конечно, это не только заслуга руководителя. Это прежде всего заслуга всего нашего школьного коллектива. Это и педагогов, и обучающихся, и их родителей. Победительницей в номинации «Сельская женщина-предприниматель» стала Татьяна Абаськина, специалист хлебопечения. Лучшим молодым руководителем признали профессионала в области бухгалтерского учета Ольгу Виссарионову. А индивидуальный предприниматель Ядринского района Надежда Ергонина стала лучшей в номинации «Семейное дело». Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Денис Ноздрюхин, Республика.